Сегодня мне опять хочется поговорить для того, чтобы мы поразмышляли. Поразмышляли о мыслях наших. Вот у Иова написан 38 глава, 36 стих. Кто вложил мудрость в сердце или кто дал смысл разуму? Я хочу поговорить о мыслях. Мысли. Это так интересно, мы о них не думаем даже, не задумываемся вообще. Как много человек позволяет себе именно в мыслях. Он думает, ну это же только мысли. В мыслях себе можно позволить многое. Я же наяву это не сделаю. А в мыслях можно и зло пожелать, и рассердиться очень сильно. И отомстить в мыслях все можно. Что себе человек не позволяет сделать, он позволяет в мыслях. Но человек должен подумать, ведь мысли воплощаются. Но Бог сказал, что он судит по мышлению и намерению сердечные. С мыслями надо быть очень осторожными. Потому что они могут быть злыми, могут быть добрыми. Но сказано даже не мысли зла. Помните? Как описывается любовь Агапы? Она не мыслит зла. Если кто-то претендует на то, что он имеет эту любовь, а мыслит зло, нет, любви нет. Потому что любовь не мыслит зла. Ну, вот немножечко поговорим о мыслях. Вообще, что такое мысли? Вы знаете, что в этом вопросе даже ученые толком не могут разобраться, если честно. И мы коснемся только немного. Насколько есть возможности понять. Хочу сказать вам одну вещь, что мысли управляют мозгом, а не мозг человека управляет мыслями. Вы знаете, что мысли, они посылают импульсы и задействуют мозговые клетки, которые потом уже отвечают за движение тела и за принимаемые решения человеком. И именно сознание человека, оно контролирует мысли. все это не физическая область. Это выше физики, высшей материи. Но человек управляем собственными мыслями. Мозг — это только инструмент, который во власти мыслей. Это инструмент, благодаря которому мысли воплощаются. вот взять даже, ну так, к примеру, композитора. Он пишет музыку. Но музыка вначале у него рождается где-то там, в мыслях. Внутри. Он ее внутри слышит, он ее внутри пишет. Но использует инструменты музыкальные. или же бумагу, чтобы записать. Вот так мозг, он принимает, он слышит где-то внутри, посылаемые мысли принимает. И потом только воспроизводит через действие, через соответственным мыслям, вот эти действия. Но если инструмент сломать, будет нарушена задуманная программа, задуманные мысли. Мелодия будет искажена. Так же случается и тогда, когда повреждаются какие-то клетки головного мозга. Тогда часть мыслей не может воплотиться. В зависимости от того, какая часть клеток повреждена в головном мозге. Однако, мысли человека настолько сильные, ведь мысли — это энергия. Это как электрические импульсы мозга. Это духовная сфера человека. Поэтому мысли способны влиять на тело и даже на клетки головного мозга. Мысли способны восстанавливать. это очень интересно, потому что это духовная сфера человека. И духовная сфера человека способна влиять на физическое тело. И даже на материальный мир. Даже духовный мир человека могущественнее его физического тела. Поэтому необходимо иметь позитивные мысли. Чистые мысли. Они созидают. Они созидают самого человека, они созидают его жизнь. Даже созидают жизнь окружающих. А вот негативные мысли — это злые мысли. Они являются также энергией. но они также духовного характера, но разрушительные. Они разрушают даже организм, даже тело человека. Они разрушают жизнь человека. Они разрушают все вокруг себя. Это негативные мысли. Они пагубны для человека. Поэтому никогда не допускайте негативные мысли. Никогда не позволяйте им вами владеть. если мозг их принял, он начал работать негативно. Отторгайте их. Они опасны для человека. Вы знаете, как сказал Мартин Лютер? Очень интересное выражение. Мы его иногда употребляем. Он сказал так. Мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой. Но мы не позволим им садиться нам на голову. И вить на ней свое гнездо. Подобно этому мы не можем запретить дурным мыслям иногда приходить к нам в голову. Но мы должны не позволять им гнездиться в нашем мозгу. Не позволяйте гнездиться. Не позволяйте сделать гнездо, да еще и вылупить там птенцов. Это уже от человека зависит. вы знаете, что есть мысли пассивные и есть активные. Пассивные мысли — это те, которые помимо нашего участия личности личного сознания человека оказывают влияние на весь наш организм. А активные мысли — те, которые задействованы сознанием человека. За эти мысли человек дает ответ, отчет, как ты мыслишь и о чем ты мыслишь. Бог сам объясняет, где рождаются мысли. И называет это место не мозгом, а сердцем. У Иова 38-36, прочитаем еще раз. Он говорит, кто вложил мудрость в сердце? Или кто дал смысл разуму? Третье царство, 3-12. Вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое, не говорится мозг мудрый. Сердце мудрое и разумное, сердце мудрое и разумное. Так, что подобного тебе не было прежде тебя и после тебя не восстанет подобный тебе. Еще прочитаю из Евангелия и Евреям 4-12. Ибо Слово Божье живое и действенное. И острее всякого меча бою до острова. Оно проникает до разделения души и духа. Составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Помышления и намерения не мозга. Сердечные. потому что все это рождается в сердце человека. То есть во внутреннем человеке. В духе. Сердце человека это его дух. Это внутренность, это сердцевина. Это та область человека, которую не способны познать ни ученые, никто в этом мире. как необозримы просторы космоса. И не изучены явления космические до конца. Так не изучен вот этот феномен мозга. Он беспределен в своей сложности. мозг человека это целый мир, содержащий в себе уникальные способности и возможности. Хочется сказать граничащие с фантастикой. Поэтому ученые сопоставили мозг человека с космосом. И говорят как не познан космос. так не познан и мозг. Они не в силах найти определение такому явлению как мысли. Для них это возникновение загадка. И я думаю для всех это загадка. Даже если есть у них попытки как-то это обозначить, определить, они не могут с точностью охарактеризовать это явление. Поэтому ими принято считать, что мысли это продукт мозга. Однако опыт показывает совершенно обратное. Вы знаете, я смотрела одну передачу, когда ученые пришли просто в шоковое состояние. Одной женщине вырезали большую часть мозга. И практически она должна была быть инвалидом именно на голову. Она не должна была мыслить так же, как и прежде. Но к их удивлению, она продолжала так же мыслить, ничем не отличаясь от других людей. мысли человек и тогда, когда выходит из тела, мозг остается в состоянии потухшем, а человек мыслит и рассуждает, что это со мной случилось, почему мое тело лежит, а я тут. Мысли используют мозг, но не мозг воспроизводит мысли. Мысли управляют через мозг, но не мозг управляет через мысли. Мозг человека играет очень важную роль. Конечно, это никто не отрицает, но мысли, попадающие в мозг и сознание, которое принимает и как оно реагирует. Вот что важно. Можно сопоставить наш мозг с компьютером. Притом с совершеннейшим. Но надо помнить, что и в компьютер кто-то вложил программу. Если компьютер не запрограммировать, без программ он просто стоящий ящик. Так и мозг. Без мыслей ничто. через мысли загружается программа. Посылается каждую секунду. Через мысли, через чувства, через обоняние, через ощущения. Мысли стоят во главе всего. Поэтому очень большое внимание обращайте на то, как вы мыслите, о чем вы мыслите. Вы только посмотрите. Каин он только мыслил. Он ничего еще не сделал. Он просто растердился на своего брата, обиделся, горько. И к нему пришли мысли мстительные. Бог сразу отреагировал на них. Сразу сказал, Каин, то, что ты думаешь, что ты имеешь в виду, это приведет тебя к греху. Вот что такое мысли. Бог их видит. Бог их слышит. Поэтому даже мыслить не позволяйте себе мстить. Даже в мыслях не позволяйте себе мстить. Не позволяйте злиться. Не позволяйте грязные мысли, развращенные мысли. Все эти мысли видит Бог. И все слышит, даже если вы молчите и улыбаетесь. Бог слышит то, о чем вы сейчас думаете. Теперь поговорим о вере. Вера, о которой мы так много говорим, которая необходима для нас. И даже необходима для того, чтобы осуществить ожидаемое. Она тоже берется через мысли. Это наши мысли. И вера может быть негативной, позитивной, отрицательной и положительной. И все зависит от мыслей. Как мы мыслим? Мы мыслим верой, и вера мыслями действует. Что такое отрицательная вера? Это и есть негативные мысли. О, не получится, не будет, не исполнится. Это ваша вера, негативная. мысли. А положительная нет, не исполнится. Бог сказал, я буду, потому что Бог дал силы. Это положительные мысли, положительная вера. Не забывайте, что мысли это энергия. притом духовного мира человека. Есть такое выражение, вы тоже знаете, каковы мысли у человека, таков он сам есть. Это истинная правда. Мысли человека даже иногда отражаются на лице. Хочется спросить, о чем ты думаешь, потому что ты такой сердитый, или наоборот. мысли управляет и телом. Итак, это энергия духовного мира человека. Иногда это приходит из другой сферы, духовной сферы. Из мира духов. Иногда это от самого человека. Мысли надо различать. Потому что принятые мысли образуют веру человека. от кого принял ты мысли? Какими мыслями ты сейчас движим? Что ты сейчас воплотишь? Подумай. Зависимость от мысли вера. И вера будет действовать. Только подумайте, как важны для нас правильные мысли. Как надо правильно мыслить. Даже сказано, что праведник мыслит правильно. Как мне это выражение нравится. Если у вас есть неправедные мысли, то можете ли вы сказать, что вы праведник? Хотите узнать, праведник или вы? Проверьте свои мысли, как вы мыслите. Итак, если вера образовалась от позитивных мыслей, она осуществляет позитивные. Вот почему говорится, что вера есть осуществление ожидаемого. И поэтому Иисус говорил, что вера необходима для того, чтобы совершать дела. Марк 9, 23 говорится. Если сколько нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Это уже позитивной верой говорил Иисус, о позитивной вере. сфера духа, даже человеческого, господствует над физическим миром. И самого человека и вокруг. Точно так же, как и духовный мир, он господствует над физическим миром. миром. Поэтому позитивные мысли, которые образуют веру человека, господствуют над физическим миром человека. А теперь представьте, если человек приобретает веру Божью, если наша вера зависит от наших мыслей, то если человек приобретает веру Божью, что он приобретает? Фактически Божьи мысли. Фактически ему открылись Божьи мысли. Бог намеревается это сделать. Вот она вера Божья. Можно ли сомневаться в этом? Можно ли не принимать эти мысли? И насколько эти мысли, когда это вера Божья, воплощают Божью волю? Насколько они сильны? Только подумайте. Как Иисус сказал Марк 11, 23, 24. Он не просто так сказал имейте веру Божью. Даже не нашего. Имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горейся и поднимись и вергнись в море, и не усомнится, где в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет, потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. Какой верой? Человеческой? Нет, он сказал Божьей. Он сказал имейте веру Божью. Я вам скажу имейте веру Божью, значит имейте мысли Бога. Тогда что не скажете? А что вы скажете? Вы скажете по мыслям Бога. Как может не исполниться, если это мысли Бога сказать горе передвинься? Это уже будет со властью Божьих мыслей двигаться все. Поэтому имейте веру Божью, чтобы все вот это совершалось. Еще расскажу, имейте, знайте мысли Бога. Кому они открыты мысли Бога. Кто знает Его волю, тот будет творить Его волю с Божьей силой. Итак, фактически Иисус предложил познать мысли Бога. А наши мысли и Божьи мысли немножечко различны, правда? Но если наши мысли это энергия Духа, то представьте себе, какая сила в Божьих мыслях. Это энергия Духа Божьего. Поэтому будут совершать они со силой Духа Божьего. Естественно, они способны изменить весь мир. Что там гора? И море раскроется, что там море? И Синады и океан раскроются. Так как это сила Бога, это мысли Бога. Вот имейте веру Божью. И так сила Духа Божья, она господствует над всем физическим миром. Поэтому имейте веру Божью. И те, кто имеет мысли Бога, кто знает мысли Бога, а это значит знает волю Бога, Ему открыто, без сомнения действуйте. без сомнения зная, что значат эти мысли и это вера. Вот о чем говорил Павел к Ефесянам 1, 19, 20. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, под действием державной силы Его. Да, не просто верующие, что Бог есть где-то. А я думаю, что названы все-таки верующие, которые имеют веру Божью. Вот у них вот эта державная сила Его, то есть у нас, я верю, у нас, которые Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одеснуя себя на небесах. Насколько духовный мир Бога безмерно могуществен, настолько и в нас это могущество через мысли Его. Через веру Божью, когда мы знаем, что Бог желает, когда мы знаем, что этого хочет Бог, посмотрите Библию, все, кто двигались верой Божьей, совершали чудеса, то есть все, кому Бог сказал, двигайся, делай, иди, это и есть мысли Бога, это и есть сила. Духовный человек имеет возможность это познавать, потому что для нас реален духовный мир, именно Божий мир. Нас есть возможность заходить в святое святых за две завесы. Зачем нам туда идти? Я думаю, чтобы услышать мысли Бога, чтобы узнать Его волю, чтобы наполниться Его верой, Божьей верой и потом действовать в этой силе. Это духовным личностям открыто. Плотской туда не зайдет и душевный тоже. Это для духовных, это духовный ход. Поэтому не надо быть ни плотскими, ни душевными, надо быть духовными личностями. мы ведь к этому призваны, правда, жить Духом, а не плотью. Вот 1 Коринфян 2, 14-16 говорится, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить Его, не Господа, этого человека, а мы имеем ум Христов. Не сказано, мы имеем мозг Христов. не надо путать, мы имеем ум, то есть возможность мыслить, возможность мыслить в помазании, мыслить в Духе Божьем. Вы знаете, как Иисус сказал Никодиму, очень интересные слова. Иоанн записал 3,8, Дух дышит, где хочет. Как похоже на мысли, правда? И голос его слышишь через мысли. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И дальше сказано очень интересно к нам. Так бывает со всяким рожденным от Духа. То есть это возможность у тех, кто родился от Духа иметь духовные мысли. когда ты слышишь мысли Бога. И не знаешь, откуда пришли. Вот пришло. И как ушло, куда ушло, не знаешь, но ты слышишь. Это духовный человек способен слышать. Но что интересно, что именно духовный человек может это осознавать и понимать. Потому что ум него открыто это. Не ум нашему, не разума нашему, духу нашему открыто. Духовный мир открывается Духу Божьему. Иногда даже наш разум, наш мозг, наш ум не соглашается с этим, не понимает. Но внутренность наша, вот наше сердце, оно соглашается, оно понимает. И те, которые хоть раз побывали в этом присутствии, в этом за занавес святом святых, слышали мысли Бога, узнали Его волю, они уже не хотят возвращаться в жизнь по плоти. Вы знаете, что святость Отца это огонь поедающий. Поэтому вплоть туда проникнуть не может. Только духом, очищенным, освященным, посвященным. Поэтому Павел говорил очень интересные вещи, что он даже не со всеми сообразовывал духовные вещи. Он видел, что с плотскими говорить, это все равно, что они растопчат святыню. бесполезно. Первое Коринфлим 2, 12-13. Он говорит, но мы приняли не Духа мира сего, а Духа Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости. Изученными словами, то есть букву, но изученными от Духа Святого. Соображая духовное с духовным. Соображая. Что такое соображая? Один образ. Стоит тебе говорить с духовным, а духовным получаем один образ. Одинаково рассуждаем, одинаково понимаем, одинаково представляем, одинаково видим в одних мыслях с Богом. Понимаете, это одни мысли. Итак, надо иметь одни мысли, как прекрасно, когда церковь имеет одни мысли, когда одинаково мыслит. Но если эти мысли еще и от Бога, когда церковь мыслит мыслями Бога, можно сказать о такой церкви, она живет в воле Бога. Она двигается по воле Бога, она исполнит волю Бога. Итак, наши мысли управляют телами и тем, что относятся к физическому миру. А Божьи мысли управляют всем миром. Как прекрасен наш Господь. Итак, нашими мыслями управляет Дух. Наш Дух управляет нашими мыслями. А душевные люди, они водимы душами. Душа, мысли, есть мысли души, есть даже плотские мысли, как хочется, чтобы они никогда не правили нами. Наши мысли, они подвластны не мозгу, сердцу. Поэтому разбирайтесь сердцем. Пусть ваше сердце будет всегда чистым. Как сказано, больше всего храним вам храни сердце. свое потому что в сердце рождаются мысли. Потому что сердце определяет чистоту. Потому что Бог слышит намерение и помышление сердечное. И нам очень важно укрепляться духом и возрастать в духе. Потому что дух контролирует мысли. В таком случае мысли наши будут изменяться, становиться позитивными, образовывать веру позитивную. Мы будем двигаться в позитивы. Вы знаете, не хочется оставаться младенцами. Потому что младенцы хоть они и во Христе, но помладенчески мыслят. рассуждают. А как сказано, младенец он не сведущийся в слове истины. Павел говорил об этом 1 Коринфянам 13, 11. Когда я был младенцем, то помладенчески говорил, помладенчески мыслил. Мыслил, но помладенчески. помладенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Евреям 5, 13, 14 говорится. Всякий питаемый молоком, не сведущий в слове правды. Потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным. у которых чувства к навыкам переучены развлечения добра и зла. И только тогда, когда Павел оставил младенческое, он приобрел ум Христа. То есть стал слышать мысли Бога, стал знать Его волю. Вы знаете, о мыслях можно говорить очень много. И я уверена, что мы еще не один раз вернемся к этому вопросу. Одного дня не хватит. Но хочется, чтобы мы подумали над тем, как мы мыслим. О чем мы мыслим? Даже когда мы мыслим о Боге. Даже когда мы мыслим о Слове Божьем. Когда мы мыслим о братьях и сестрах. Какие у нас мысли плотские? Душевные? или духовные? Негативные или позитивные? Помните, что от ваших мыслей и вера ваша зависит вера ваша. Поэтому следите за своими мыслями. И если были допущены, очистите себя от всяких мыслей, которые злые. потому что агапы не мыслят зла. Любого рода зла. Вы же знаете, что всякая неправда это зло. Любого зла. Очиститесь своей мысли. Не допускайте даже думать плохо. И ум.